Израильский КНЕСЭД готовится рассмотреть законопроект о признании украинского голодомора геноцидом. Документ также устанавливает день памяти жертв этой трагедии. И из-за чего Россия уже угрожает Израилю ухудшением отношений, Сергей Ауслендер расскажет. Это инициатива депутата от партии Кулану Акрама Хасона. Он сам хорошо представляет себе, что такое геноцид, и как израильтянин, и как друз. Этот народ сейчас подвергается серьезным гонениям в Сирии. Хасон был с визитом в Украине, посетил музей голодомора и, потрясенный увиденным, решил, что Израиль обязан признать эту трагедию геноцидом. Он представил на рассмотрение КНЕСЭД законопроект, которым 6 декабря устанавливается официальным днем памяти жертв голодомора, а сам голодомор объявляется актом геноцида. Мы узнали об этом и не можем молчать, потому что наша страна возникла в результате трагедии еврейского народа. И после того, что сейчас произошло в Польше, мы обязаны отреагировать, обязаны пробудиться. Это шанс исправить историческую ошибку, которую мы совершили, не признав голодомор геноцидом первыми. Законопроект сразу вызвал сильнейшее раздражение Москвы, которое попыталось одернуть Иерусалим. Российские представители заговорили о том, что если закон будет принят, то это сильно осложнит отношения между двумя странами. С этим законопроектом премьер-министр Нетаньягу очутился между двух огней. С одной стороны, прекрасные отношения с Украиной. С другой, необходимость договариваться с Россией, чьи военные находятся в Сирии, которые имеют хоть какое-то влияние на Иран. Так что шансы, что этот новый закон будет принят, далеко не стопроцентны. Многие в Израиле полагают, что Хасон поторопился с законопроектом. Большинство израильтян не то, что о голодоморе. Об Украине знают немного. Тут нужна как минимум большая разъяснительная работа. Необходимо объяснить израильтянам, что такое голодомор. Кроме того, есть очень старый принцип израильского парламентаризма. Не рассматривать акты геноцида, связанные с другими народами и странами. Например, армянские трагические события тоже не рассматриваются вообще Кнессетом. И позиция Кнессета все предыдущие десятилетия была такая, что мы это оставляем историкам, а не будем трогать в политической сфере. Тем не менее, законопроект депутата Хасона подан соответствующей инстанции парламента и проигнорировать его не получится. Здесь хорошо помнят выступление украинского президента, который в своей речи в Кнессете много рассказывал о голодоморе. Сам же Акрам Хасон свою инициативу объясняет просто. Есть вещи, о которых молчать нельзя. И он, как человек, был обязан отреагировать. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.